Нижний Новгород Нижний Новгород Казань и Сочи, но оно и понятно Но есть и другой пример, Калининград Где даже проект по строительству стадиона Еще не защитили и вообще с местом строительства Будущей арены до конца не определились В случае, если все задуманное В Нижнем Новгороде построят и успеют точно В срок, то наш город может рассчитывать На проведение 1-8 финала И возможно даже четверть финала Главного футбольного турнира планеты Но дойдет ли наша сборная так далеко Большой вопрос Надо менять некие подходы У нас с вами очень ограниченный выбор Профессионных спортсменов У нас очень много на передовых позициях Играют легионеров У нас завышенные, ну скажем так Достаточно высокие заработные платы Малая мотивация игры за сборную То есть много вопросов 1-й дивизион Вот Валерий Павленич, адресуете вопрос Почему нет ни одного игрока из Волги Нижнего Новгорода в составе национальной команды Не совсем понятно, как будет использоваться арена После чемпионата мира Единственная футбольная команда города Волга сейчас крепкий середняк Футбольной национальной лиги И ей 45-тысячник просто незачем Впрочем, в руководстве области Обещают найти объекту полезное применение В любом случае Будем на 45-тысячном стадионе Все места зрительские под крышей Будет еще система повышения температуры Отопления, инфракрасный подогрев Поэтому все будет так цивилизованно Можем пригласить любую группу Можем провести любое вселенское мероприятие Люди ждут У нас сегодня все хотят общаться Поэтому и метро там появится у нас Это будет использоваться 365 дней в году Я убежден Государственным заказчиком строительства Нижегородского стадиона является Министерство спорта Российской Федерации Застройщик предприятия «Спортинжиниринг» Сметная стоимость объекта на стрелке Составляет 18 миллиардов рублей Вести арену в эксплуатацию Нужно Кубку Конфедерации к 2017 году До которого остается уже меньше трех лет Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин